Доброе утро всем! Я привыкла все время в одно и то же время вставать, в одно и то же время выходить. А так как сегодня надо будет раньше выходить, поэтому я встала раньше, даже без будильника. Завтракала и у меня даже целых 15 минут осталось, представляете? Поэтому буду сидеть и посмотрю какой-нибудь видосик. Так люблю, когда он чистый, у него такая шерсть становится, мягкая, гладкая, вообще, как шелк. Да, вот тут мы будем сидеть. Нету блока-то. Ты не брахастый? Вроде нету. Вот, так что вот так у нас подружка знакомая уже написала, мы встретимся. Встретимся, уже она думает, я забуду что ли. Так что вот такое вот у нас утро. Ой, такой сладкий, такой, куда чистый, такой классный вообще, такой мягкий-мягкий. Молимся. Помолимся за родители. Там любят, когда его чешут вот так. Все, все, хватит, хватит. Все, все. Смотрите, что у меня есть. Таня сегодня приезжала за зеленью, наконец-то она ее забрала. Да, и вот у нее в саду растут яблоки. Она говорит, они червивые там бывают. Так, блин, это же самые вкусные. Не знаю, что за сорт, но пахнут яблоками. Яйца, как всегда, она говорит, пару разбились. Но муж будет этому только рад, потому что сейчас я их ему пожарю. А еще, смотрите, у меня сегодня что я буду есть? Хинкали. Я вам говорила много раз, что моя подруга, она сейчас занялась бизнес-вумен, она у нас готовит на заказ. Ну, не на заказ. В общем, разные русские вкусняшки. В общем, она там что только не готовит. Вообще, я даже перечислять не буду, потому что вот все, что вам, как говорится, вашей душе угодно, она готовит. И вот у нее в новинках хинкали она сделала. Сейчас буду пробовать. Вот. Сегодня так наработала, что у меня спина болит. Но мне вечером опять надо будет возвращаться, потому что... Знаете, что я хочу? Пив хочу. Потому что у меня на вечер тоже есть клиенты. В общем, сегодня клиентов отбоя не было. Вообще. Одна уже бабушка перед закрытием такая идет. А мне покрасить голову. Я говорю, приходите завтра. Как помните, фильм такой был. За ваше здоровье. Вообще, пиво никогда не любила. В России вообще его не понимала. Думала, как можно пить? У меня подруга была. Она с удовольствием его пила. Я думаю, как? Как можно пить пиво? Оно же горькое, невкусное. Но Испания это страна пива. И вина. Здесь всегда пьют пиво. И потихонечку, помаленечку начало нравиться. Иногда вот прям так хочется, как, например, сегодня. Скажите, Оксана, тебе же на работу ехать, а ты пиво пьешь. В Испании допускается выпить немного пива. Пивасика, вина, бокальчик вина, пару пив. Можно выпить спокойно. Не боясь, что тебя штрахуют. Вот. Сколько хенхали вообще варится, так как пельмени или что? Даже не знаю. Я только знаю, что в большом количестве воды. И, в общем, бабушка пришла, я говорю, приходите завтра. Она, ой, а как же я пойду завтра на миссу, на службу? Я говорю, ну, извините, а что ж ты? Живет рядом. Каждый день ходит туда-сюда разговаривать со мной. Вчера видела меня, что я сидела, ничего не делала. Почему не зашла и не сделала покраску? Не знаю. Вот некоторых людей не понимаю. Ну, извини, говорю. У нас сегодня очень сильный ветер. Я думала, что у меня тут все летает. Но нет. Как вкусно будет. Девочки. Не мальчики. Ой, а здесь еще соседи такие хорошие. Вот я говорю, не стою удивляться. Я жила, мы жили в другой квартире 10 лет. Мы с соседями, ну, общались, не общались, а здоровались. Ну, здесь все здоровы. Здесь я в поле иду с Чарли и здороваюсь с людьми. То есть мы с соседями вообще не общались, ничего. Знаете, я когда переехала и прохожу по той стороне, они такие, ой, а вы что переехали? А я тут и вижу, что вас нету. Опомнились. А здесь буквально вот с первых месяцев, вот сейчас просто ездила, парковки было мало, и мужчин, я вот тут кое-как припарковалась, равно сейчас уже уезжать. Мужчин такой, хочешь, я говорю, у меня тут мотоцикл стоит, можешь, я его хочешь уберу? Я говорю, да не, не надо, говорю, нормальный тут. То есть, и вот парочка есть противных, с которыми я не... Они, знаете, противные, они не любят собак. Вот. Поэтому я, когда выхожу из дома, Чарли держу на поводке, чтобы он тут не писал, не какал, вообще даже не нюхал, ничего, чтобы зато заходим за угол и там ему делать, что хочешь. Вот они просто не любят собак. И вот они, типа, один раз одна... Надо собаку на поводке держать, он, типа, всывает все, еще одна какая-то, зато остальные соседи, все ненавидят этих двух соседей. Одна вот соседка, я вам ее рассказала, она у нее с головой что-то не того, она постоянно по лицу, машину припаркуешь где-нибудь, вот прям вот жопка, вот так неправильно стоит, она уже быстрее в полицию звонит. Вот, они тут стоят неправильно припаркованы. Такие есть гады, да? И вот все остальные их не любят. Так. А так, очень хорошие соседи, вообще прям классные. Вот, ладно, пошла я кушать, хватит болтать, и мне очень хочется вот это яблоко съесть. Боже, как она пахнет. Аромат любви манит грешным яблоком. Еду на работу. В общем, сегодня придет у меня та женщина из Канады. узнаем, что почему и как, как она сюда приехала, как она сюда попала. Просто прям очень интересно. Я хотела после работы пойти на это, на пляж прогуляться, но у нас сегодня такая жара, 36 градусов показывает машина. несмотря на то, что ветер, но он такой горячий, что просто длиннадцать капец. Но на следующей неделе уже обещают прям такие похолодания, там 24 градуса, представляете. Для меня все, что ниже 28 градусов, уже прохладно и даже холодно. Вот, уже все, уже это уже не лето. так что не знаю, пойду, не пойду на пляж погулять. Вначале там вот, где я работаю в Соловрении, посмотрим, сколько времени у меня займет работа. Так что все, поехала я. Прошла сейчас по пляжу, но так как разговаривала с сестрой, совершенно забыла вам заснять море. Ну, если вы хотите посмотреть на море, моем предыдущем, 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 в общем, в вчерашнем влоге можно увидеть. Пляж заполнит, полно народу, все сидят, загорают, зонтики, правда, летают, потому что ветер. А так очень жарко. Сегодня прям невероятно жарище. Вот. В общем, отработала, приходила ко мне клиентка с Канады. Боже, я ее не узнала. Она, знаете, ей лет 50 с лишним, но она маленькая, худенькая, вегетарианка, она не ест мясо, в общем, она там, по-моему, вообще ничего не ест, потому что она худющая, волос длинный, очень много волос, и она раньше красилась в черный цвет, а сейчас она решила, она говорит, как началась вот эта вот вирус, в общем, как нас заключили дома. Я, говорит, перестала краситься, она в черный красилась, и, короче, у нее там полугодичные эти, седина, представляете, белая голова полностью у нее, прям седые-седые волосы, и вот, наверное, вот столько этих, ну, прям видно, белые волосы, а потом идут черные. Она в этой маске, глаза большие, голова белая, думаю, боже, кто это, кто это пришел? мухи какие-то, заразы, цукаты поют, видите как, вот, и она такая, у меня как раз клиентка была, я еще ее не оприходовала, а она такая, видимо, знаете, всего боится, вируса этого. Я говорю, заходите, она такая, нет, нет, я подожду, и ушла опять домой. Она рядом живет. Ну, я потом оприходовала, значит, клиентку, ей сообщение отправила, говорю, все, можно приходить. Минут 10-15 ее еще сидела, ждала. В общем, потом она пришла, и, значит, я говорю, а как ты приехала? Говорю, ведь нет самолетов она. Есть, окольными путями можно приехать. Ну, как у нас из Испании сейчас едут в Россию через Турцию. Она приехала через Францию. Она говорит, а я рассказывала вам, что она на телевидении работает, а еще она, оказывается, в университете преподает. Вот. Ну, а сейчас, говорит, в университете на 3 месяца отложили занятия, делаются онлайн раз в неделю, по пятницам. А, говорит, онлайн я могу делать хоть с любой точки земли. А на телевидении у меня, я, говорит, в отпуск ушла. В общем, у нее 3 месяца выдались отпуск. И она говорит, а у нее ж тут жених, у нее ж тут любовь. И вот она говорит, я бегом делать анализ на вирус. Не потому, что меня заставили, а я сама вот так вот решила его сделать. Ну, видимо, она, знаете, такая, открой мне дверь, чтобы не трогать ничего. Вот так вот, знаете, ничего не трогала у меня, ничего не это. Вот. Сама, говорит, сделала за 300 долларов этот тест. Вот. Там, говорит, бесплатно, но бесплатный надо ждать. А вот за платный, он тебе его за день не отдают. Потом, говорит, я сама села здесь на этот, на карантин 10-дневный по своей воле. И вот она, говорит, вчера вышла, я, говорит, ни маму, ни роди, никого, ни сестру не видела. Вот так приехала, представляете, радостная. И вот она мне все рассказывала про свое седину, как к ней отнеслись. Все, говоря, говорят, что типа, ой, постарела, ну, естественно, седина, не знаю, но я еще не видела ни одного человека, которого бы она украшала, если честно. Тем более в 50 лет, 50 лет, это вообще в Испании в рассвете сил человек. 50 лет, это, не знаю, жизнь только начинается. Вот. Поэтому, как бы, ну, не знаю. Я ее еще особо не увидела, она в маске. В общем, да, ну, походу, но тоже черный красится, голова полностью белая, в черный красится, то есть уже через неделю видно седой волос. Ну, не красит ее, в общем, так. Так что вот так вот она приехала к своему любимому, говорит, на карантине сидела у него. Она была и рада сидеть на карантине. А еще Чарли Бейнаки. Она, оказывается, в Канаде жила на квартире у своего бывшего мужа, а сейчас дочка купила квартиру, съехала от нее, и, в общем, ей жить негде. Она говорит, если поеду в Канаду, то буду снимать там квартиру, потому что, говорит, я планировала отработать там до пенсии и приехать в Испанию на родину, жить здесь. В общем, так поняла, что Николай не двора. И все, что дочка, говорит, работает, на хорошей работе, архитектор, по-моему. И вот такие вот дела. Любовь, видите, какая. На родину потянула. Может быть, в 50-60 лет и меня на родину потянет. Я вообще, знаете, на пенсии как хочу. Когда буду пенсионером, я бы вот в идеале жила бы полгода в России, а полгода в Испании. Я всем так говорю. Причем полгода, когда снег. Зимой, то есть я жила бы в России, а летом я приехала бы сюда, сюда, потому что я очень люблю море и очень люблю снег. Но это в идеале. А что там будет как? Жизнь покажет. Мы все равно можем планировать. Давай. Бенга. Тире подентру. Но многое не зависит от нас. Так что вот так. Поехала я домой. Пришла с работы, быстро перемыла посуду. Иначе потом мне было бы неохота. Вернее, не потом, а вот сейчас мне уже неохота. Потом я еще села в кресло, включила себе массажик и покайфовала. И так покайфовала, что мне неохота было даже вставать. Но вставать надо. Я тут чай себе заварила. Смотрите, как я это делаю, потому что вот эта штука уже кружка литровая. И вот эта штука она просто-напросто слишком большая. не с чем чай пить. Точнее, есть с чем, но не про мою честь. Потому что уже довольно-таки... Ну, в общем, в это время я уже ничего не ем. Время 8, полдевятого. И поэтому вот такие вот дела. Утром чай, в обед чаек, вечером чаи еще. Сейчас я смотрела в Ютубе. Все подряд, знаете, смотрела. На одну вышла. Она там показывала, чем она питается. Я вообще, знаете, смотрю вот таких многих блогеров, худеньких. такие все подтянутые. Но жрут, если честно. Мне бы на 2-3 дня хватило. И они еще, знаете, мое питание, как я худею. Блин, я бы с таким питанием набирала бы, как не знаю кто, а не худела. Наверное, просто метаболизм, или как там это все называется. В общем, у меня подруга есть. У меня несколько таких есть подруг, которые едят и, как это говорится, не в коня корм. Я говорю, у вас, наверное, кишка прямая. Сюда зашел, там вышел. А у меня все зашло, вот что зашло, там и во мне и осталось. Завидую таким людям, но ничего не поделать, все мы разные. Вот. Поэтому все эти диеты, все эти показательные выступления, все это полный бред. Каждый организм, это целый мир. И каждому свое, как говорится. Кто-то от яблока может набрать вес, а кто-то от яблока худеет. Но речь не о том, худеть или толстеть. Просто вот я сейчас чай пью с бергамотом без кофеиновой, потому что если с кофеином, то я не усну совершенно. И, естественно, без сахара со стевией. Ладно. Я так устала сегодня, что, говорю, даже у меня, даже, знаете, ножки болят. Я так устала, скажешь, обогрей меня. Правда, он поет. Замерзла, ну, а я устала. Ладно. Встретимся с вами завтра. Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки. Жду от вас комментариев. Просто напишите или рожицу какую-нибудь, гримасу мне пошлите. Неважно. Мне будет приятно. А вам не составит никакого труда. Правильно же ведь? Всего самого лучшего. Всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok